Всем привет, друзья! Ну что же, лето на дворе, пора отдыхать. В Ньюсбокс расскажем о том, как же звездам удается совмещать отдых со своими новыми проектами. Кто в российском шоу-бизнесе задумался о непростой женской доле и почему? Мэрлин Мэнсон, продиджи Ян Тирсон на одной сцене. Это возможно? А также рубрика фэшн. Какие проблемы назрели в российском мире моды и как завтракать со вкусом? Все это уже через пару секунд в Ньюсбокс. Прогуливаясь в парке в выходной день вполне можно встретить самого Иосифа Кобзона, но легендарному артисту не до отдыха. Что же там забыла музыкальная легенда и при чем тут красивые девушки? Узнайте прямо сейчас. Праздник 9 мая давно прошел и посетители парка не сразу могли понять, почему рядом гуляют девушки из 40-х годов и парни в военной форме. Неужели кто-то изобрел машину времени? Но быстро стало ясно, что это съемки клипа Иосифа Кобзона. Большая честь сниматься в клипе Иосифа Давыдовича Кобзона. Это все-таки живая легенда. Посмотрим, что происходит. Будет что рассказывать детям, внукам. Конечно будет, ведь девушке повезло больше всех. Именно ей выпала честь танцевать с самим Иосифом Кобзоном. Сам певец более чем серьезно отнесся к своей работе. Я должен сжиться в образ, который создали авторы. Так всегда было. Для меня первой основой было материал, с которым я знакомился. Что хотел выразить в своих стихах поэт и как обрамил его настроение и его стихи композитор. Автор песни «Доля женская воля мужская» Михаил Гуцериев обратился к вечной теме отношений между мужчиной и женщиной. Поэтому вопрос у Иосифа Кобзона есть свое четкое мнение. Я вообще женоугодник. И более того, я всегда говорил и говорил. Я хотел бы дожить, или пусть мои дети и внуки доживут, до того, когда президентом моей страны будет женщина. Видимо, певец уверен, что нашим женщинам все под силу. Они и в горячую избу войдут, и коня наскакую остановят, и заодно президентами нашей огромной страны станут. Потому что женщина думает. Мужик рассчитывает на то, что все будет хорошо. Особенно, когда кончится рабочая смена, и он с друзьями соберется и разопьет свою бутылку. Вот жизнь прекрасная и удивительная. А что происходит там, дома, в семье, его меньше всего волнует. Клип, похоже, обойдется без таких драматических поворотов. Тут надо внимательно слушать саму песню. А какая она доля женская и воля мужская, каждый решит для себя сам. В этом году, в конце июня, когда вся столица будет изнывать от жары, в Москве во второй раз пройдет фестиваль Парк Лайф. Фестиваль 2013 года показал и доказал, что в пределах большого города возможно провести грандиозный музыкальный опен-эйр. На этот раз с 27 по 29 июня на ВВЦ вас ждет Мерлин Мэнсон, Продиджи, Ян Тирсон и многие другие. Не упусти свой шанс увидеть музыкальные легенды своими глазами. Встать рано утром в воскресенье не самое простое мероприятие, но ради фэшн-завтрака ведущие деятели российской моды готовы на все. Как же позавтракать стильно и со вкусом? Расскажем в нашей традиционной рубрике фэшн. Кто ходит на фэшн-завтрак по утрам, тот поступает модно. На своем примере это продемонстрировали ведущие дизайнеры страны на традиционном фэшн-завтраке в Москве. При этом встать утром в воскресенье для большинства оказалось не проблемой. Я очень рано встаю, для меня это абсолютно нормальная позиция, единственное, что в такую прекрасную погоду вообще-то хочется, конечно же, быть загородом. Дело в том, что лето, и я очень мало сплю, и мне очень нравится просыпаться рано, чтобы день был длинным-длинным. Поэтому встаю я очень рано, и поэтому мне абсолютно не сложно. Если честно, мой завтрак начался в 7 часов утра, потому что в 7.30 я уже была на площадке и снимали мой фильм. Однако никто из приглашенных дизайнеров постарался не упускать возможности посетить такое изысканное мероприятие. Ведь тематика всего происходящего была Дольче Вита – привет из 50-х. Вот только завтрак у Тиффани, похоже, сейчас уже не в моде. Сейчас уже стали модно домашние завтраки. Было время такое в Москве, когда все собирались, там завтракали где-то в кафешках и так далее. Но дома завтрак – это всегда, мне кажется, очень тепло и приятно, и уютно. А вот у ведущего фэшн-завтрака Влада Лисовца есть свой модный совет. Некоторые из гостей к нему уже успели прислушаться. Мне бы хотелось, чтобы у всех женщин стали были ягоды. Это, мне кажется, очень женщины любят. По своему инстаграм могу сказать, что тенденция одна – это ягоды. Чем ярче ягоды – клубника, черника, тем больше лайков. И, конечно же, десерты, пирожные, кто наблюдает за завтраками, кто наблюдает за едой. В основном девочки. А девочкам что нужно? Сладкое и красивое. Во время конкурса на лучший дизайн десерта российские модельеры только подтвердили всеобщую любовь к ягодам по утрам. После же у всех гостей была прекрасная возможность обсудить текущие тенденции и проблемы модной индустрии. Тем более, что некоторые вопросы требуют срочного разрешения. Очень хороший вопрос. Я считаю, что да, это есть. Это, разумеется, проблема производства. А в России не хватает производственных мощностей, поэтому дизайнерская одежда, русских дизайнеров дорого стоит. Самое ужасное для нас, что нету мастеров. Сегодня никто не выходит из технических училищ для того, чтобы приходить и шить. Вообще не хотят. Никак. Да, да, да. Мастеров вообще нет. Это какая-то вымирающая профессия. Мне бы все-таки хотелось, чтобы оставалась самобытность, как у некоторых дизайнеров в России. Есть абсолютно свой характер, свой почерк. Это очень правильное направление. Вячеслав Зайцев именно из таких. Однако даже такому маэстро, похоже, стоит прислушаться к советам от Влада. Я начал сейчас делать коллекцию, уже новое весенне-летнее. Дюра взял. В смысле, тема у меня Дюра всегда присутствует. Взяла эта тема. Очень интересно должно быть. Шелков много новых. Я сделал новые шелковые ткани в Италии по рисункам. Я думаю, будет интересно очень. Главная муза и организатор фэшн-завтрака Марина Демченко уже на протяжении 10 лет не перестает верить в российских дизайнеров и их будущее. Тем более, что для этого есть приятные предпосылки. На самом деле, я сегодня утром прилетела с экономического форума Санкт-Петербурга и хочу сказать, что за Россией большое будущее и российские дизайнеры будут иметь почву для развития. Так ли это или нет, без сомнения увидите первыми из рубрики фэшн в Ньюсбокс на Russian Music Box. И на этом наши новости подошли к концу. Мне остается лишь напомнить про наши официальные группы ВКонтакте и на Фейсбуке, а также Инстаграм телеканала Russian Music Box. Там вы всегда найдете немало интересного из жизни ваших любимых звезд. А с вами был Леня Семенов. Будьте всегда в тонусе! Редактор субтитров А.Семкин